Микс Ньюз. Утро на Болткове. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сегодня у нас гостя, как мы уже анонсировали, бывший мэр Риги и многолетний председатель Комитета Рижской Думы по Безопасности. Человек, которого действительно можно назвать экспертом в области безопасности. Данис Туровец. Доброе утро. Доброе летнее утро. Да. Ну вот, минувшую субботу все тоже должно было быть добрым и летним. Перекрыли улицу Тербатес. Об этом мы, может быть, чуточку попозже. Но самое главное, что там произошло, видимо, к удивлению организаторов и временной администрации, в хорошую погоду пообещали концерты, другие массовые мероприятия, ярмарки. И невероятное количество народа собралось уже в первые часы. В принципе, можно было ожидать, наверное, я думаю, и догадаться, но не догадались. И фактически случилось из такого вроде бы мероприятия правильно задуманного, но все это превратилось в такой скандал, как не предусмотрели и так далее. Вот об этом мы во всем поговорим. Вот, может быть, несколько слов об этом. С этого и начнем. Может быть, отсутствие какой-либо политической ответственности, может быть, вообще и любой ответственности привело вот к такому? Вопрос непростой. И поэтому, видимо, такого простого ответа нет. Но всегда в любом деле, особенно управленческом, особенно когда мы говорим о власти, должны присутствовать неотъемлемо такие элементы, как компетентность и совесть. Вот нельзя человеку давать власть, если нему не присущи эти два качества. Если говорить о компетентности, то здесь просто очевидно, что оно отсутствует. Со вторым, ну тут бог судья. Но мы же в свое время, Рижская дума такой эксперимент проводила по инициативе общественности. Мы на день закрыли улицу, дали возможность предпринимателям, людям воспользоваться этим. И этот эксперимент показал, что мнения есть разные, но, в принципе, людям выходной день провести с семьями, с детьми, и когда доступны разные занятия для разных возрастных групп, интересные концерты, открытые кафе, рестораны, доступные, все работает, людям идет навстречу и все помогает. И как идея, она, я думаю, всецело может быть поддержана, если это, собственно, сами Рижане ее поддерживают. И такая практика, ну, я посетил все, без исключения столицы Евросоюза и многие другие города, такая практика, что пешеходные улицы в городах существуют, она имеет место. В практике это по-разному бывает, когда эта улица остается пешеходом только на выходные дни, когда улица, на которой практически только торговые центры, рестораны, кафе и практически нет жилых домов, то она легко превращается в пешеходную улицу и улица, предназначенная для таких развлечений. Слагаемых для принятия решений очень много. Ширина улицы, инфраструктура улицы, населенность и так далее, и так далее. То есть, прежде чем принять окончательное решение, должно быть оно все целом обсуждено, оно взвешено и принято в соответствии конкретной обстановке, возможностями улицы, возможностями людей, транспорта, инфраструктура и так далее. И я думаю, что в таком случае рижане бы поддержали такое решение, если оно было бы действительно взвешенным и правильным. И напомню, что все-таки пандемии, когда мы провели этот эксперимент на один день, не было, а сейчас есть особые условия. И последнее для начала, все-таки Юрий Срадзеевич, который был исполнительным директором, прежде чем принимать решения о каких-то массовых мероприятиях, у него всегда происходили собрания всех заинтересованных сторон. Те, которые отвечают за общественный порядок и безопасность, это и муниципальная полиция, и государственная полиция, и при необходимости служба безопасности, и служба спасения и пожаротушения. Безусловно, на этом собрании присутствовали сами организаторы, которые обосновывали, рассказывали, как они планируют, что они планируют. И согласно закону, любой организатор должен отвечать как за приведение, так и за общественный порядок, так и последствия, и окончание этого мероприятия, и все другие заинтересованные службы. Ну, в данном случае, ну, очевидно то, что ничего подобного не происходило, и это просто, ну, если мы посмотрим круг организаторов, то, начиная от министра Пуца и кончая исполнителя, это практически одна партийная ячейка, и это мероприятие выглядит, ну, просто до выборов в Рижскую Думу в таком агитационном мероприятии. Да, вот тоже интересно, что полиция начала административный процесс, но кто ответственный за все это мероприятие? Потому что, вот вы правильно заметили, что обычно, вот когда еще был исполнительный директор, вот с большим опытом работы, 10 лет, господи Радзеевич, если мне память не изменяет, только исполнительный директор, то, ну, понятно, что в период пандемии, наверное, стоило привлекать в качестве консультантов и эпидемиологов, это понятно. Ну, я так понимаю, что кто ответственный? Временной администрации или сейчас срочно ищется какой-то стрелочник, кто бы мог вот за это ответить? Да, когда, ну, появляются проблемы, тогда организатор, который бы в случае праздничных салютов и фанфар выходил бы на пьедестал, на высшую ступеньку, но в данном случае, когда нужно отвечать за то, что не совсем, мягко говоря, правильно организовано, надо найти стрелочника. Ну, закон об общественных публичных мероприятиях гласит точно и ясно, организатор отвечает, организатор, и в данном случае организатор это администрация, никто другой. Ну, и интересно, что когда даже были организованы мероприятия в пору работы Рижской Думы и Юрия Серодзеевича, то министр с своим аппаратом господин Пуция реагировал очень энергично и достаточно оперативно. Пишите объяснение, пишите, докладывайте, какие средства потрачены на это мероприятие, какой бюджет этого мероприятия, из чьего кармана этот бюджет. Это же важно, да. Кто организатор, кто лично отвечает за организацию этого мероприятия, что запланировано, как проведены тендеры, ведь присутствуют предприниматели. Почему одни получили возможность присутствовать, другие нет. Как произошел тендер? В данном случае, почему-то министр молчит. Но ответ-то на самом деле очень простой, потому что начиная от Пуции, кончая и кандидатом в мэр, и нынешней администрации, это все одна команда. И поэтому и не присутствовало, поэтому не было собрания, поэтому не присутствовали эксперты, потому что они представляют другие министерства, другие, наверное, не свои, не свою партию, и поэтому с ними никакие консультации не проводились. И поэтому, по-моему, реакция министра внутренних дел, она абсолютно адекватна, потому что когда спрашивает, тогда с него, а когда организовать, тогда без него. Ну, так нельзя. Вот в самом начале сказали, что действительно для проведения каких-то массовых мероприятий, особенно с закрытием улицы, вот превращение ее в пешеходные, надо все обстоятельства проанализировать, есть ли жилые дома или только торговые центры, шеи на улице и так далее, но есть еще один аспект, но мы знаем, что лето, когда еще ремонтировать улицы, в том числе центральные, как не летом. И большие ремонты сейчас на улице Чака проводятся, и многие рижане вообще спрашивают, насколько было вообще целесообразно закрывать на целый месяц еще одну улицу в центре Тербатес, потому что получается, что вот на те улицы, которые остаются, ну, к примеру, чаще всего особая нагрузка на улицу Волдемара выпадает и на Бривбас, но там будут большие пробки, это же очевидно. Это, конечно... По поводу организации вообще, да. Да, организация и компетентность, это вопросы очень актуальны, но естественно, вот что вызывает удивление, лето, ну, скоро экватор пересечет. То есть, самое продуктивное время проведения всяких ремонтных, строительных работ, особенно то, что в наших климатических условиях связано с дорогами, улицами и инфраструктурой, оно должно быть максимально эффективно использовано. Ну, я уже говорил, и такова судьба мне, что я в роду своей деятельности в многих европейских странах был и видел, и смотрел, как в Польше, например, строились дороги, ведь там практически работа была организована 24 часа в сутки, чтобы максимально использовать это время, чтобы и деньги, которые Европа давала, чтобы они были освоены эффективно и быстро. Вот я тоже езжу по Вестурпроспекту, мы знаем, что как с Аркандалговым этим переездом, как альтернатива, там просто необходимо, жизненно необходимо Риге, ничего не делается. Вроде что-то начали делать, уже практически недели три все застановилось. Ну, немножко поинтересовался, думал, ну, может, денег вдруг не дали, может быть, что-то некому работать, может быть, еще что-нибудь. Нет, просто банально неорганизованная работа, банально просто неорганизованная. И никакой ответственности. А уже о том, чтобы поработать, допустим, в вечернее время или в ночное, ну, там, в две смены или в три, по-моему, у нас вообще это не может быть и речи. Это как в том анекдоте, когда спрашивают, а что же вы работаете, ну, все мешаете в рабочее время. Они говорят, а мы в рабочее время работаем, а в нерабочее не работаем. Ну, да, ну, у нас своеобразное такое решение. Я думал, вот, пользоваться терминологией одного сатирика или нет, но, но все-таки вот эта ситуация, ну, она так совпадает, вот то, что сказал один сатирик, о том, что, ну, к сожалению, достаточно много людей, которые у нас думают тем местом, на котором, в котором сидит на кресле. Да. И не кресло имеет эту важную роль, а именно то место, которое сидит в кресле. Им и учатся, ими думают. Конечно, да. В поисках приключений просто незаменимое место, и ноги оттуда все растут, и некоторые руки оттуда растут, и решение так принимается. Ну, извините, но, ну, ну, вот, действия нынешней администрации и их покровителей, а они же, в общем-то, люди одного министра, ну, ну, никак лучше иллюстрируют происходящее. И, кроме того, ну, есть еще и другие институты, ну, вот, говорили, что административное дело возбуждено, но, не ржа говорить о том, что, вот, случайно что-то произошло, что, никто не прогнозировал, что так много людей вдруг придет там, да, ну, это действительно трудно прогнозировать, что летом предлагают развлечения, а люди на, что мероприятие планировало, чтобы люди туда не приходили. Действительно, в субботу, в прекрасную погоду, ну, это же и очевидно. О чем речь идет. Но, еще один важный нюанс. Ведь организаторы, которые подали заявку на проведение этих мероприятий, если их прочитать, то мы видим, что организаторы уже предупреждали, что количество людей будет больше, чем правилами кабинета министров установлено. То есть, они уже догадались, да? Они точно были убеждены. И в таком случае принятое решение, оно, мягко говоря, просто не соответствует самим же правительством принятыми решениями. И не нести ответственность, за что Радзеевич повлатился своей должностью, за то, что не обеспечил в общественном транспорте, чтобы не сгрупповались люди ближе двух метров, в данном случае осознанно нарушено принятое нам же самим правительством правила. Да, вот интересно, что мы знаем, что 29 августа будет очень важное событие, и многие политические силы, не будем их, естественно, называть, что только нам не обещают, но при этом и те, кто представители определенных правящих сил, они почему-то забывают сказать, что правительство опять пытается решить проблемы за счет самоуправления, ну, мы знаем, вот недавно появился такой план Министерства финансов, что вот, что поможет за воохранение, нужно вот создать такой специальный налог за воохранение, ну, якобы общая налоговая нагрузка не будет увеличиваться, но в частности отберут от самоуправления 2% вот от подоходного налога, ну, для Риги это, по-моему, миллионы, да, это кажется, что 2%, то есть, опять получается, что вся нагрузка, все проблемы будут пытаться решить за счет самоуправлений, и то, что Конституционный суд недавно решил, что у нас социальная вот эта вся система не соответствует Конституции, ведь опять все эти пособия уже увеличенные, видимо, все это ляжет на самоуправление. Это еще одно яркое свидетельство, что люди, наделенные властью, просто не понимают, как функционирует эта государственная власть, если мы посмотрим бюджет в общих цифрах таких округлим, 10 миллиардов, странный бюджет, 119 самоуправлений на сегодняшний день существующих, пока еще, получает чуть больше одного миллиарда, то есть, где-то одну десятую часть его бюджета, зато самоуправление практически все пособия, которые предусмотрены разными законами, нормативными актами нашей стране, они все выплачиваются из бюджета самоуправления. Государство платит только зарплату чиновникам и пенсии государственные. Все остальное, школы, детские сады, пособия, доплаты учителям, дошкольные учреждения, детские сады, и так далее, и так далее. Все происходит за счет... Как только правительство урежет деньги самоуправлений, не мэр пострадает самоуправлением, а пострадают люди, которые из этого кошелька получают деньги. Ведь практически такими решениями министерство режет под самым таким малообеспеченным, самому больному... То есть, они говорят, что вот налог на здравоохранение. Так, вы честно скажите, что в результате это дополнительные расходы для жителей самоуправления, может, им достается меньше, но чудес-то не бывает, правильно, если мы говорим об общем котле? Это опять такая популярная присказка спасения утопающих, дело самих утопающих. И государство в данном случае работает абсолютно неадекватно. Эти решения не соответствуют интересам общества. Потому что децентрализация, особенно в социальной сфере, она обеспечивает доступ кратчайший к тому, кому нужна помощь, кому нужна поддержка. Ну, не наоборот. Увеличить эту дистанцию, увеличить бюрократию, чтобы тот, кому нужна поддержка и помощь, эти деньги, чтобы просто не дошел до того, от кого эти деньги получить. Это, кстати, очень было явно видно, что эта система очень громоздкая, неэффективная. Когда началась пандемия и обещанные вот эти пакеты помощи, как долго эти предприниматели до своих работников буквально, если так можно сказать, выгрызали вот эти мизерные фактически пособия по простою. Но потом уже, и это не потому, что там служба госдоходов плохо работала, они, в принципе, работали достаточно оперативно, но весь механизм, все эти принимаемые решения, где эти 10 пунктов ты должен там на это квалифицироваться, на это квалифицироваться изначально. Это вообще было сделано все, чтобы человек плюнул и сказал, да нет, это же невозможно. Потом в результате еще попросят справку о наличии справки, в результате будет тупик. ведь почему вообще в нормальном мире в управлении есть, так сказать, мирное, стандартное время и процедуры, и почему есть случаи, когда принимается решение о введении чрезвычайной ситуации. Для чего? Ну, ведь не для того, чтобы пугать людей, а для того, чтобы изменить административование, управление, сократить этот процесс управления, сократить время принятия решения, делегировать право институту, владеющему властью, чьи компетентности решать проблемы, это то ли министр, то ли мэр, чтобы он имел право принимать решение, выделить средства и решать эту задачу. Для этого, а если, ну, мы, к сожалению, не понимаем механизмы эти, ну, тогда, получается, деньги, которые мы можем тратить на помощь людям, на то, чтобы обеспечить их необходимыми средствами, ну, почему эти миллионы не вложить для наших своих предпринимателей, и они делали бы те средства дезинфекции и защиты, во-первых, экономика сохранилась, рабочие места сохранились, люди получали бы деньги, и мы получили бы те средства, которые мы закупаем за миллионы сомнительными закупками. Данис Туловс у нас в студии, в прямом эфире, бывшей мэрой Риги, прервемся буквально на пару минут, не переключайтесь. Еще раз, добрый день, Данис Туловс у нас в студии, вы неоднократно говорили, в том числе и в нашем эфире, говорили о том, насколько важно, что вот эти все ветви власти, они как бы взаимодействовали и эффективно работали, это и понятно, поскольку вы, вот у вас богатый политический опыт, вы прошли все ступени власти, исполнительной власти, и на государственном уровне, и на уровне самоуправления, вот сейчас мы знаем, что Министерство среды и регионального развития, опять-таки, готовит новый закон о самоуправлениях, там будет раздел о столице, ну, кстати, и в этом законе он есть, насколько это все соблюдается, это другой вопрос, но, насколько можно понять, вот и в новом законе, вот это политическое давление над самоуправлениями и попытка порулить вот местной властью, я так понимаю, искренна не будет, то есть, все это, видимо, продолжится, по-прежнему министр, будучи политической фигурой, сможет снять своего конкурента с дистанции в должности мэра, если ему не понравится, то есть, вот эти вот нюансы, которые, наверное, в большинстве стран Европейского Союза наверное нету, да, что вот там министр как политическая фигура молит снять просто вот мэра и представителя другой партии. Много лет, почти десять, работал и в Брюсселе комитете регионов, и когда рассказывают коллегам из других самоуправлений Евросоюза о том, что и как тут у нас иногда происходит, происходит, коллеги так дружеско посмеивается и стучит меня по плечу и говорит, ну ладно, да, институт нам сказки рассказывает, да быть такого не может, говорит, харта самоуправлений уже одна для всех стран Евросоюза, и вы же тоже вроде как присоединились в это, не может такое быть, но жизнь показывает, что может быть, и я порой удивляюсь, но я человек проживший на этом свете, и образование получился в разных, разное время, в разном уровне, и по разным вопросам, и удивляюсь, когда поколение, которое вообще-то и не жило при Советском Союзе. Пытается действовать этими методами, да? Да не просто, они как будто хрестоматию изучили историю коммунистической партии и действуют как настоящие большевики. По Советам величат. Строят новые советы, новые советы, и есть центральная власть, и все остальные есть только исполнительные органы, в том числе и самоуправление. Ведь подход нынешнего правительства и министра пулца. Именно так. И исполнительная власть, подчиненный, и многие министры, кстати, говорят, и не говоря уже о том, о тех министрах, которые об образовании отвечают, которые вообще должны заботиться, чтобы понимание было современное и адекватное, даже те выступают и не стесняясь дают указания самоуправлениям, что им надо делать, забывая, что самоуправление это избранная власть. И только избиратели настаивают и спрашивают ответственности с избранной власти, как в общем-то основа избранной власти. Избиратель есть тот, перед кем я отчитываюсь, а не министр, который является конкурентом политическим. И ну конечно будет очень интересно, как закончится эпопея снятием мэра города Риги с должности одним министром, который ну немножко мстит за то время, пока он под мэром сходил в оппозицию Еврической Думы. И я думаю, что это... Когда закончится, уже все забудут вообще, о чем было речь. Ну я думаю, что я думаю, все-таки это принципиальный вопрос, который касается и Европейской Харты самоуправления. И это должно быть доведено к концу. И власть наша должна нести ответственность. Должна. И быть поучительной для других, что нельзя поступать не по закону. Ну о каком можно быть речь правовом государстве, когда министр может трактовать одно и то же пункт законов, принятых решений кабинетом министров, зависимость от того, кто в администрации. Если его люди, это одна трактовка, когда не его люди, вплоть до освобождения на должности. Ну так правовом государстве не может быть и не должно быть. И общественность должны как-то понимать, вникать в эти вопросы. И в том числе и нужные дела надо решать. О том, что у нас не идеальное положение в вопросе работы самоуправления и особенно взаимодействия государственной власти и самоуправления, что в этом деле нужно навести порядок. У нас государство это одно. Следовательно, может быть, что одна власть тянет одеяло на себя и оголяет другую. Но мы должны работать в интересах государства в тесном взаимодействии. Министерство ведь должно быть первым помощником того, кто работает на земле, который работает с людьми. Оно должно помогать, поддерживать. Министр должен бороться и воевать за то, чтобы самоуправление больше средств было, чтобы контролировать, чтобы не эффективно их вкладывали. Потому что конечный получатель от этого, тот житель на конкретной территории административного и самоуправления. Вот суть, почему нужно самоуправление, нужно их достаточно, чтобы человек был в любое время доступен, может достучаться до власти. Не обязательно к министру ходить, ему это вот власть, которая на месте. Которая может решить его проблему. Которая решает. И знает, что любая государственная власть его поддержит, потому что нужно людям, людям, ведь вся цель деятельности любой власти, начиная от президента и кончая мэра или местного депутата, помогать людям. Людям делать надо. Да. Вот еще, может быть, такой вопрос, который хотел задать, он может быть такой более глобальный, но казалось бы, что вот эта пандемия, может быть, это пафосно звучит, но вот эта общая как бы беда, как мы знаем, вируса нет никаких, границ, гражданств и так далее, она должна была ну как-то сплотить или по крайней мере какую-то общую солидарность в мире вызвать. Ну, мы видим те процессы, которые происходят в разных странах, но вот эта вся история в Соединенных Штатах, где там были погромы на фоне вот этой истории с афроамериканцем, потом это все уже перекинулось на Европу, дело доходит до смешного, но такое, до троих комедий, какие-то памятники неправильные сносят, фильмы запрещают, поскольку там, видимо, афроамериканцы представлены не в самом лучшем свете и так далее. Это что? Это как бы вылезло наружу какие-то старые болячки, которые были, или это обычный политический процесс такой? Да, это действительно глобальный вопрос, и если мы посмотрим в истории, они когда, даже при советской власти, вот 50 лет Советский Союз, ну кто приходил к власти? Была такая поговорка, вот последние 5 лет, пятилетка, пышный похорон. Некоторые приходили к власти, не приходя в сознание, некоторые, так сказать, не отходя от сети, подключены к сети. Почему? Потому что общество было полностью отстранено от возможности повлиять на государственную политику, в том числе избрание власти. Власть сама по себе. А власть есть власть, практически считалось, власть есть государство. И оно рухнуло. Оно рухнуло, потому что, не будем говорить уже об экономике, я был свидетелем войны в Афганистане, знаю, что для экономики Советского Союза стоило 150 тысяч людей, плюс техника и вооружение, и обучение, и все это в день. И эта экономика была не в состоянии это потянуть. Не то, что там потери, конечно, это больно, но, кстати, в то время, когда я был в Афганистане, у нас в армии на войне погибало людей меньше, чем на дорогах от автобильных катастроф, людей в Советском Союзе погибало больше, чем на войне в Афганистане. Но вот система, вот система, и я к чему? Когда все хорошо, все спокойно, все работает, ну, как, например, в Швейцарии, предприниматель, бизнес работает, власть, главная роль, не помешать, не помешать наладенной системе, где государство, своя власть, в принципе, старается как меньше вмешаться, но помочь, чтобы люди могли работать, зарабатывать, и обеспечивались принципиальные, основные права людей на работу, на здравоохранение, на безопасность и так далее. Когда наступают кризисы, то те государства, те системы, где власть имеют люди, которые не знают, как толково распорядиться ею, наступают большие, глубокие кризисы, проблемы и трагедии, и там, в числе и войны начинаются. И вот тогда уже выходят на первый план люди, которые могут вывести из кризиса страну, новые руководители, которые выходят на первый план, потому что не знает, как делает, умеет, и у них есть сила воли и те качества, которые я говорил, компетентность и совесть, делать то, что необходимо. Поэтому я по определенным обстоятельствам, конечно, видя и зная, что такое война, я, конечно, в каком-то степени ныне пацифист и полностью убежден, что все усилия и ресурсы должны вкладываться на сохранение мира, на укрепление мира и стабильности, люди не должны воевать между собой. Но то, что люди не умеют жить в таких комфортных условиях и такая популярная поговорка начинает жир беситься, особенно люди, имеющие власть, это, конечно, трагедия. И она обязательно приведет трагедии для общества, для населения. Ну и посмотрите последнее решение вот тех же политических сил, которые совсем недавно обещали там 500, там 500, там еще 500. И себе все сделали. Министры зарплату почти удвоили, депутаты удвоили. И они могут, грубо говоря, морду друг другу бить, но они никогда Каринч никогда не потребуют отставку ни одного министра, потому что может повлечь, что он потеряет и свое кресло. Поэтому он будет терпеть, из-за личного благосостояния будет терпеть любые проблемы, любые нападки, любые конфликты, лишь бы сохранить собственное благосостояние. реакция на самоуправление. Мы уже как-то говорили о том, что была встреча непосредственно у президента страны всех самоуправлений, и они продемонстрировали свое отношение к реформе. Но перед тем еще и был съезд самоуправления года три назад в Лагалии он происходил, где съезд самоуправления принял решение о пересмотре структуры государственного управления, особенно по отношению принятия решений к самоуправлениям. Это решение съезда было рассмотрено на всех 119 самоуправлениях Латвии. Из 119 и 117 поддержало решение съезда, и два самоуправления поддержало, но несли свои коррективы. Какова реакция президента и правительства? Да никакой. Никакой. О каком народовласте мы можем говорить? Стоит ли удивляться подтверждение ваших слов этим результатом последнего исследования общественного мнения, которое провели социологи СКДС, и оно вообще, я бы сказал, такое трагическое для государства, которое считается правовым. Почти 80% респондентов признали, что у них нет или почти нет никакой возможности повлиять на законодательную исполнительную власть. Вот, мне кажется, есть о чем задуматься и всем политикам, и президенту, как гаранту Конституции, он сам себя считает специалистом по сатласме, но, по-моему, это очень серьезный сигнал к тому, что надо что-то делать. Кроме того, и есть документы, которые, ну, мы сейчас в Евросоюзе, какой бы не был Евросоюз, какие бы не были проблемы в Евросоюзе, но мы члены этого Евросоюза, и существует Лиссабонский договор, и та же Харта, и много других документов, которые обязательны к исполнению. И такой же ежегодный документ, который Еврокомиссия пускает, это семестр, это практически анализ деятельности правительства любой страны, члена Евросоюза, где указывается, какой прогресс, какой области достигнут, где отставания, какие проблемы. И регулярно те проблемы, которые вы только что и назвали, регулярно, последние пять лет, Евросоюз все время указывает нашему правительству, но этот документ не секретный, он никогда не обсуждался, он никогда не публиковался, не стал доступным для общества, там никогда не указывалось, что в Латвии проблема с самоуправлениями, совсем другие проблемы указываются, которые в кабинете министров должны решаться, и в итоге общество неосознанно или неосознанно практически вводится в заблуждение, выдвигаются проблемы, которые на самом деле не существуют, с ними и борются, с какой целью? Лишь бы мое кресло и место, которое занимает это кресло, было неприкосновенности. Дано пять лет, вот пять лет или четыре года, я буду пользоваться максимально этими благами, а там... к сожалению. Но вот при этом мы видим, что на протяжении вот этого времени, последнего, фактически ни одна такая проблема, которая очень волнует людей, актуальна для страны, ну, так и не решается. Да, вот я думаю, что вы, как человек, который поработали последние годы в самоуправлении, помните всю эту историю с землей под многоквартирными домами, которая принадлежит к внутренним лицам. Да, вот Сейм уже, по-моему, семь или восемь лет топчется на месте и никак не может принять закон. Да, ой-ка, ну, то есть, и целый ряд пунктов, где мы видим, что действительно, ну, надо принять какое-то решение, не принимается. Ну, на самом деле проблема так закручена, она такой сложно преподносится, а решение и сущность этой проблемы лежит на самой поверхности. То ли государство защищает жителей этих домов, ну, то есть, простых людей, которые живут и вынуждены нанимать квартиры и платить и за квартиру, и за условные участки земли, которые, в общем-то, не ихние. Они условно ихние, но деньги конкретные они должны платить. или принять сторону владельцев, собственников, домов и земли, и поскольку государство не может принять и не хочет принимать адекватные решения, чтобы как-то компенсировать их потери, потому что они тоже законно владеют этим имуществом, и таким образом освободить население и людей от той платы, от той нагрузки, которой практически они не пользуются, вот и чаша весов, на какую сторону потянет. Логично было бы на ту сторону, где больше людей, где больше заинтересованы и которым надо оказать логичную помощь, но с другой стороны, те, те-то спонсоры, те-то решают задачи, те-то вхожи к тем, которые принимают решения, а те жители, кто они, кому, и вот и весь вопрос, и когда люди думают о власти, прежде чем надо думать о том, как эта власть к тебе относится, она за тебя, или за того, кто тебя обдирает. Да, ну, с другой стороны, в принципе, кто-то очень хорошо сказал, что когда, не называя какие-то политические силы, когда избиратели идут голосовать и так далее, если есть силы, которые по своей идеологии и определению говорят, что мы представители капитала, просто у нас все так смешано, но с другой стороны, если те, кто углубляется в эти все вопросы, они понимают, у нас они представители капитала, и мы сами за них голосуем, ну, к примеру, что же вы так хотите, мы же сделали свой выбор, мне кажется, что это такой сигнал всем гражданам страны вообще чуть-чуть задуматься и посмотреть чуть-чуть шире на этот вопрос, а не просто, что мне понравилось то название или прическа того политика или его фамилия, я пойду и проголосую, это не относится только к 29 августа, это к другим выборам у нас, в следующем году у нас опять череда выборов, в следующем году у нас будет муниципальный в оставшихся теперь уже 41 самоуправлении и в 22 году опять выборы в 7, да, то есть это, в принципе, наверное, такой более широкий вопрос, как вот люди вообще понимают, что есть какая-то идеология. Да, это принципиальный вопрос и я часто иллюстрирую в разговоре с людьми таким примером, допустим, что прихватил аппендицит, надо делать операцию, интересно, вот куда вы обращаетесь, вы ищете однопартийца, кто бы взял скальпель или вырезал бы вам аппендицит или вы все-таки ищете врача, да, тем более не практиканта, а тот, который действительно уже работает врачом, да, и сделает вам операцию. Почему-то вот люди до той степени, в которой они понимают и ориентируются, принимают вообще-то адекватные решения, а в той сфере, где, ну, как бы, на которую смотрят как развлечение, на всякие речи, на всякие представления, и забывает, что, ну, по делам-то надо судить, ну, работать, ты умеешь работать или не умеешь, вот ты в своей предыдущей времени, в которой ты прожил, работал, ну, тебе есть продукт, конкретные дела, которые ты можешь представить общественности, людям и сказать, вот, оценивайте, вот моя работа, вы все видите, вот и я перед вами, и моя работа, оценивайте, принимайте решение, а если на ответ, что ты сделал, я сделаю, я вам обещаю, я вам дам, я вам потом еще дам, начинай немножко ниже и сделай, чтобы я мог поверить, что ты действительно можешь сделать и дашь. Данис Тулус у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо.